Родители Евгении и Жанны умерли, не оставив завещания. Жанна Брещанка, она до последнего ухаживала за больными стариками, поэтому считает, что дом должен остаться за ней. Евгения жила в Москве, но никогда не отказывала в помощи деньгами и лекарствами. Она не понимает, почему сестре добротный дом, а ей должна достаться лишь однокомнатная хрущевка без ремонта. Мы близкие люди, а в итоге так рассорились из-за этого имущества. В итоге уже и обвиняемые родители за то, что они не оставили завещание. И друг друга делить имущество – это очень дорого. И всё-таки не хочется окончательно рассориться с сестрой. Я знаю, после судебных разбирательств люди никогда больше вообще не общаются. Что делать, если семейный конфликт в шаге от суда? Родные люди не слышат друг друга, не способны разобраться в ситуации. В коллегию медиаторов на Держинского, 50, люди часто обращаются как в последнюю инстанцию перед судом. Ведь судебное разбирательство больно ударит не только по кошельку, но окончательно испортит отношения. Люди, которые в конфликте находятся, у них есть ощущение, что, наверное, они могли бы решить этот вопрос сами. Часто не хватает у них эмоциональной компетенции, им не хватает терпения, им не хватает каких-то возможностей услышать друг друга. То есть часто нужен третье лицо. Не всегда это суд, а суд нужен. Какие-то есть моменты в спорах, когда суд нужен, но, как показывает американский, британский опыт, где-то 85% гражданских споров, которые возникают в частной сфере, разрешаются очень успешно в области медиации. Медиаторы – это люди, имеющие специальные навыки образования, знания в конфликтологии, которые разрешают споры и конфликты. Также медиаторы могут вести переговоры. Медиация занимается досудебным и несудебным урегулированием споров. Медиация – это процесс переговоров с участием нейтрального лица-медиатора, который проводится на условиях и принципах добровольности с учетом равенства и интересов сторон. К тому же, это процедура полностью конфиденция. Медиация позволяет сохранить нервы, средства и отношения, уладить спор до суда и найти золотую середину для обеих сторон. Каждый решает сам, но аргументы в ее пользу более чем весомые. Продолжение следует...